Шанс. Там да ты. Слотс-сити. В победе сомнений нет. Раз! Поэтому в студии Малахова опять сумасшедший провидец. В 25-м году исчезнут все препятствия для создания так называемого русского мира. Соловьев снова забыл принять таблетки. Не может одна страна нападать на другую? Да вы что, с ума сошли? Всю жизнь человечеству одни страны нападают на другие. И не скрывает биполярное расстройство. Вот, Россия напала на Украину. Да идите вы нахрен, ни на кого мы вообще не нападали. Мы прекратили страдания. Почему Басков испугался леопардов? Кто подобьет танк Леопард-2? И за что заплатит мобикам миллион? Надеюсь, соберем огромную сумму, что там не останется ни одного танка. Воскресший Жириновский. Что нам делать с Украиной? Политические болоты. Полный предатель и русофобов. Так же плох, как и живой. Что вы не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Поля Ницца. Вова Соловьев наконец-то не сдержался. Не может одна страна нападать на другую? Да вы что, с ума сошли? Всю жизнь человечеству одни страны нападают на другие. Одни племена нападают на другие. Одна семья нападает на другой. Один человек нападает на другого. Это наше естество. Вов, ну смотри, то, что вы фашики, которые хотят уничтожить абсолютно всех, тех, кто не хочет быть с ними, мы уже в курсе. А вот то, что ты антибиотик забыл принять, я бы на месте оператора напрягся. Оно ж как бы и слюной передается. Нам очень долго говорили, что вы, как можно. Да война является естественным состоянием человека. Вражда, ссора. Каин убил Авеля. Мы гневаемся, в гневе совершаем ужасные вещи, боимся себя. Но это то, где мы проявляемся, и в этом ужасе. Мы каждый раз пытаемся себя сдержать, чтобы это не лезло. Но каждый раз это все равно проявляется и приводит к удивительным, страшным, кошмарным проявлениям. Да, смотря на тебя, мы, конечно, видим, каким кошмарным проявлением это приводит. Но у меня другой вопрос. Ты же только что сказал нам, что нападать это нормально, а тут... Вот, Россия напала на Украину. Да идите вы нахрен, ни на кого мы вообще не нападали. Биполярочка. Мы прекратили страдания, которым эти сатанисты обрекли жителей Донбасса, да и своих территорий, которые на самом деле наши. Вов, ну ты прямо сейчас сатану сам запутал. Он же к тебе давно присматривается, а ты тут говоришь, что есть кандидаты и получше. Сейчас хоть одна сволочь европейская говорит о том, что важно мнение людей, проживающих на территории. Да им пофигу. Они говорят, верните Украине ее земли. Какие нахрен ее земли? Признанные границы. Кем нахрен признанные границы? Верните Британию ее признанные границы. Соединенные Штаты Америки вон. Отдайте территорию. Отдайте Советскому Союзу его территорию. Какого хрена он распался? Ну, примерно такого же, как и твоя личность распадается. Загорел специально, чтобы убедить нас. Я вообще-то человек нормальный. Это просто солнышко припекает. Россияне ни на капельку не сомневаются в успехе своей армии. Поэтому в студию Малахова опять гениальный провидец. Его прогнозы всегда сбываются. Химик более 30 лет назад он увлекся теоретической историей и стал искать закономерности в событиях, которые происходят вокруг нас. Племянник знаменитого актера Игоря Кваши. Григорий Семенович Кваша задолго до начала СВО предсказал ее начало. Соединенные Штаты Америки, которые сейчас живут в ощущении, что это величайшая страна. Ну и что, что мусор, крысы, там всякая какая-то. Это не важно. Мы великий духом. Мы отставим свободу. Вот это вот убери, вот этот стержень. И все, останется только помойка, в которой в Соединенных Штатах уже много лет живут. Но идея пока в них жива. Я вообще-то думал, что СВО начали, потому что на Донбассе русских притесняют. У меня прогнозы очень жесткие и очень однозначные. У меня в прогнозе после 25-го года войны прекращаются вообще раз и навсегда. Просто дайте мне уже пульт от ядерки, блядь. Я правильно понял, что он только что Путину дал полтора года? После 25-го года войны прекращаются вообще раз и навсегда. Григорий, при всем уважении, можно чуть-чуть побыстрее? Прямо сейчас Ирина из Краснодара прислала нам такой вопрос. Можно было бы ответить на ваш вопрос, но я не буду этого делать, потому что мне лень. Как привезти стиралку из Украины? Вы говорите, что после 25-го года вообще не будет войн. Но очень страшно такое слушать. Это же не значит, что человечество погибнет. Ох уж эта зрительница из Краснодара. У тебя же Григорий только что явно намекнул. Моль просто вылетит из кладовки. В 25-м году исчезнут все препятствия для создания так называемого русского мира. А в 29-м году мы все корпоративно, человечество, ну в первую очередь Москва, Россия, начнем строить так называемый русский мир. Гриш, если ты считаешь, что в России больше свалок и бомжей, чем в Америке, и именно поэтому теперь она станет новой сверхдержавой, у меня для тебя плохие новости. До сих пор мы жили по законам, придуманным ветхозаветными пророками. 2000 лет жили над поэтом законам. Читай Библию, сынок. Там полно улетной фигни. Знал, что Иисус был? Сейчас пришло время написать новые законы. И писать их будет Россия. Закон первый. Сериал «Лихач» показываем без рекламы. Закон второй. За песню Лепса ночью в Трецком отеле. Ментов не вызываем. Николай Басков и его друзья Зет-алкаши пообещали платить по одному миллиону рублей за каждый подбитый танк «Леопард». По миллиону рублей за, так как объявлено было, кто подобьет танк «Леопард-Леопард-2», миллион рублей. Мы, как представители творчества, вносим свой вклад для наших бойцов. Думаю, когда Баскова этим летом тоже встретят за границей. Ну, в тот момент, когда он патриотично будет двигать своей скрепной попкой. Бит Украину, знаете, каждый день. А вы здесь веселитесь? Как вам? Нормально веселиться? Я отдыхаю, а не веселюсь. То Коля не только миллион отдаст, чтобы никто не отбил ему его «Леопард». Сколько это танков уже оплачено? Мы его только объявили, мы только сегодня объявили. Надеюсь, соберем огромную сумму, что там не останется ни одного танка. Ну, что ж, Николай, миллион рублей так дорого за билет на концерт Кобзона еще никто не платил. Друзья, если Соловьев не брызнул на вас слюной, на канал Груще подпишитесь, не забудьте. Поставьте лайк этому видео, нажмите на колокольчик и напишите что-то в комментариях. Мы продолжаем. На загнивающем Западе презентовали новые очки виртуальной реальности Apple Vision Pro. А на экономическом форуме в России презентовали виртуального Жириновского. Что нам делать с Украиной? Сейчас, секундочку. Сейчас все встанут с колен. Думаете, это видео заело? Не, это санкции российские технологии. Только укрепляют. Политическое болото. Полное предателей русофоров. Нужно прекратить кормить эту страну. Закрыть границы и забыть про нее. Ребят, ну с таким успехом можно воскресить и Ленина, как бы на замену Путину. Он тоже, кстати, плешивый. Вы таких любите. В Украине свою родную землю идут защищать учителя, айтишники, водители, шахтеры, просто отцы. А в России свою родную землю в чужой стране идут защищать уголовники. У нас Александр Матросов был вообще-то хулиганом. Если человек хочет пожертвовать своей жизнью ради Родины, мы почему не должны ему дать такую возможность? Здрасте. Я тут пенсионерку под Калугой ограбил. Можно мне в Украину? Я там еще поработаю. Люди, которые хотят воевать, будут воевать. Общество нас однозначно в этом вопросе поддерживает и понимает, потому что защита страны – это защита общества. Молодой человек, мне еще опироль, пожалуйста. И немножко наше общество. Защитите. Спасибо. Спасибо. Спасибо.